Долгожданное событие для всего мира. В Германии открылся международный автосалон. Машины с искусственным интеллектом, электрокары, умный гараж и много что еще производители нашли чем удивить. Но впервые выставку проводят в Мюнхене, а не во Франкфурте на Майне. О громких премьерах и о передовых технологиях в репортаже Ивана Благова. Ни шагу без маски в Тесле на входе и ограничения на число посетителей. Но в остальном все почти как прежде. Громкая музыка и громкие же премьеры. В этом году везде электро. Даже прожорливый Гелендваген от Мерседес и тот придется подключать к розетке. Рамная конструкция, независимая передняя подвеска. Каждое из четырех колес приводится в движение своим электромотором. Какой мощности? Официальных данных пока нет. Нет информации и о батарее. Однако эксперты говорят о запасе хода в 770 километров на одной зарядке. Битва за ресурсы, за микрочипы. Проблемы в поставках ожидают аж до 2023 года. Аккумуляторы. БМВ заказал элементов питания на астрономическую сумму в 20 миллиардов евро. На автосалон баварцы привезли iX5 с водородным двигателем и полностью электрический полноприводный кроссовер iX. Крышка бачка омывателя стекла вынесена наружу. Крайне необычное, но все же логичное решение. Ведь владельца автомобиля ждет еще один сюрприз. Капот он открыть не сможет вообще. Логика простая. Нечего там копаться. Доступ к агрегатам может получить лишь мастер специализированного центра обслуживания. Автомобили становятся смартфонами на колесах. В новом Renault Megane All Electric система Infotainment с привычным для пользователей андроида плей-маркетом. Можно загружать программы, написанные специально для автомобилей. Софт для авто, новый рынок на десятки миллиардов долларов. Простор для фантазии безграничен. Как вам вшиты в систему программы для занятия йогой за рулем или медитацией, для того, чтобы лучше справляться со стрессом во время нахождения в пробках. Или вот еще очень актуальная функция. Включаем ультрафиолетовую лампу для обеззараживания мобильного телефона или же маски. Это концепт от компании Ford. А есть и такой взгляд в будущее управления системами автомобиля с помощью мысли. Я бы вас попросила в течение 40 секунд смотреть вот на этот круг. Лучше в это время ничего не говорить и не двигаться для калибровки устройства. В итоге удалось сконцентрироваться и нажать пару кнопок. Очень хорошо. И все же управление в воздухе жестами проще и гораздо удобнее. А вот так можно переходить в основное меню. Закрываем. И выбрали. Если театр начинается с вешалки, то автосалон с парковки в Мюнхене, оснащенный искусственным интеллектом. Это он управляет сейчас автомобилями разных марок, подключившись к их электронным системам. Водителю достаточно просто оставить машину на въезде. Отправляете машину на парковку, а потом забираете ее уже заряженной. Если речь об электромобиле или помытой, в будущем можно и доставку в автомобиль заказать, комбинировать дополнительные услуги. Первый такой умный гараж может появиться в Штутгарте в следующем году. Будущее уже завтра или послезавтра. Компания Hyundai, например, представила в Мюнхене такси без водителя на базе своего нового электрокроссовера IONIQ 5. Согласно планам, роботакси на дорогах уже в 2023. Но, как всегда, есть нюансы. На корпусе установлено порядка 30 датчиков. Их нужно чистить. Для этого предусмотрены специальные выдвигающиеся форсунки. А теперь представьте, поездку на таком автомобиле зимой по дороге политы реагентами. Как быстро у вас закончится стекломывающая жидкость? Производитель о проблеме знает, и такси оснастили дополнительным баком для стекломоя. Несмотря на все протесты экоактивистов, эра кроссоверов и не думает завершаться. Автосалон в Мюнхене лишь наглядно это демонстрирует. Свой паркетник разрабатывает даже смарт. Компания, сделавшая имя на суперкомпактах. Что тут сказать? Спрос рождает предложение классика. Иван Благой, Дмитрий Волков, Любовь Дмитриева, Ирина Чучуй, Первый канал, Мюнхен.